Снимаешь квартиру в Турции? Столкнулся с ситуацией, когда владелец квартиры пришел и попросил тебя съехать? Не спеши исполнять его желание. Посмотри это видео и узнай свои права. Погнали! Всем привет! Вы на канале Turki Space. Меня зовут Владимир. Я Олеся. И сегодня мы вам расскажем про законодательство в Турции. Итак, данный вопрос регулируется законом об аренде номер 6570. Мы расскажем вам 8 основных причин, по которым собственник квартиры может выселить квартиросъемщика. Итак, начнем. Первая причина. Если у владельца квартиры, его жены, мужа или детей возникла потребность проживать в сдаваемом объекте, к родителям, сестрам, братьям, тетям, дятям, арендодателям этот пункт никак не относится. В таком случае, владелец квартиры за 2 месяца обязан выслать нотариальное уведомление о выселении. Если арендатор, то есть ты, получив это уведомление, решил съехать, тогда владелец квартиры обязан вернуть тебе сумму за уже уплаченные месяцы проживания наперед, если такова имеется. Если же ты принял решение не съезжать по своим каким-то личным причинам, несмотря на полученное уведомление, тогда спустя месяц, после окончания срока действия договора, владелец квартиры может подать иск на выселение. Таким образом, ты доживаешь до конца срока контракта аренды. Второй пункт. Если владелец квартиры, его дети, жена, муж создадут свою фирму по указанному адресу, то смело живи до окончания действия контракта, так как только в течение месяца после окончания твоего с ним письменного договора аренды владелец квартиры сможет обратиться в суд. Третий пункт. Если владелец квартиры решил провести капитальный ремонт или реконструкцию помещения, на это у него должна быть реальная необходимость, что должен доказать этот владелец квартиры через суд, куда он может подать в течение месяца после окончания договора аренды. Таким образом, ты опять доживаешь до конца вашего договора аренды. Четвертый пункт. Если владелец квартиры собрался продавать сдаваемый объект, то собственник за месяц до срока продажи должен прислать нотариальное оповещение тебе, то есть арендатора о продаже имущества. Если такого сообщения тебе не поступило, то ты имеешь полное право продолжить проживать в этой квартире. Новый владелец также не имеет какого-либо права выселять арендатора. В свою очередь, в течение одного месяца с момента приобретения недвижимости, новый владелец имеет право оформить нотариальное оповещение о намерении пользоваться жильем, а через 6 месяцев он имеет право обратиться в суд с требованием о выселении, если ты не выезжаешь из жилья. Но также не спеши паковать чемоданы и судорожно искать новое жилье. Требования нового владельца не будут выполнены в одно мгновение. Вначале суд будет оценивать ситуацию. Действительно ли новому владельцу и родственникам важно заселиться на эту жилую площадь или все-таки арендатору, то есть тебе в данный момент нужнее и важнее проживание. Даже в таких случаях порой суд встает на твою сторону. Пятый пункт. Если ты оказался в роли арендодателя и купил квартиру, в которой живет арендатор, то сможешь его выселить только через 6 месяцев с момента припродажи. Что имею это в виду. Пункт номер 6. Если ты не платишь арендную плату регулярно, либо с опозданием, а именно не менее двух раз за год, то есть регулярностью считается оплата не менее двух раз в год, это, конечно, интересный момент такой, то собственник сначала отправляет тебе письменные нотариальные предупреждения с указанием срока выплаты задолженности. Если тобой и в этом случае не выполняются сроки, то собственник тогда уже может обратиться в суд. И это также длительный процесс, пока суд рассмотрит обстоятельства дела, разберется в ситуации, ты спокойно сможешь дожить в этой квартире до окончания срока контракта. В этот период никто тебя выселить не сможет, даже полиция. Именно поэтому владельцы квартир просят оплатить сразу минимум за 5-6 месяцев, а порой и за год, так как никто не хочет оставаться вне удел. И есть практика, когда без каких-либо уведомлений можно обратиться в суд по истечению трех месяцев подряд неуплаты арендной платы, и в этом случае судебная разбирательство будет идти долго и порой не один год. Зная эту особенность, мы советуем тебе не использовать эту проплешину в законодательстве в целях собственного обогащения, а поступать порядочно в рамках заключенного договора. Помни, собственник квартиры такой же человек, как и ты. И если ты подписал с ним контракт, значит обязуешься выполнять все условия. Седьмой пункт. Если ты сдал арендуемое жилье в субаренду, это запрещено в Турции, тебя полное право имеют выселить. Восьмой пункт. Если регулярно не соблюдаются правила общественного проживания, то есть поступают регулярные жалобы от соседей, в этом случае опять же собственнику придется обратиться в суд. А суд в Турции – это процесс небыстрый. В среднем в крупных городах суд длится порой не менее года, а порой даже и дольше. А также затратный. Судебные сборы, нотариус. Поэтому, чтобы не вляпаться в неприятную историю, которая потратит твои деньги, а главное – моральные силы, ставь себя на место другого человека и поступай так, как хотелось бы, чтобы он относился к тебе. И если вдруг ты попал в сложную ситуацию или какое-то недоразумение, с турками всегда можно договориться. Просто объясни свою проблему по-человечески. И к тебе обязательно отнесутся с пониманием. Помни, что турецкий менталитет подразумевает открытость чувств. Ну вот, теперь ты в курсе своих прав и обязанностей в качестве арендатора квартиры в Турции. Будь хорошим мальчиком или девочкой и честно исполняй законы нового для тебя государства, если хочешь здесь задержаться надолго. Всем пока! Пока-пока! Подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии, мы на них на все отвечаем. До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok